Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала ГУЛАГУ.НЕТ! С вами я, Владимир Осечкин, и у меня очень важные новости из Иркутска по нашему независимому расследованию. Вскрыты ужасающие подробности, и сегодня я вам расскажу о целом ряде конкретных фактов нарушений прав человека, о пытках и о коррупции. Начну с последней новости. Сегодня, 27 мая 2021 года, адвокат Дмитрий Дмитриев посетил в колонии номер 6 Тахержона Бакиева. Это молодой человек, который подвергся жесточайшим пыткам, унижениям и изнасилованию в пресс-хате, в пресс-отряде колонии номер 6. Его жесточайшим образом на протяжении более двух суток с 18 по 20 января 2021 года пытали разработчики и активисты, агенты оперативного управления ГУФСИН. И вот сегодня Тахержон Бакиев письменно под протокол опроса, собственноручно, еще раз подтвердил очень важные свои показания о том, что разработчики, прессовщики, не только его били и пытали, но также оскорбили его чувство верующего и чувство верующих мусульман. Сейчас более подробно вам расскажу, прочитаю протокол опроса. Сам оригинал протокола опроса будет в ближайшие минуты опубликован на сайте ГУЛАГУ.нет вместе с нашим заявлением в Следственный комитет с требованием возбуждения уголовного дела по факту конкретного оскорбления чувств верующих со стороны разработчиков и оперативников ГУФСИН. Итак, адвокат Дмитрий Дмитриев задает вопрос Тахержону Бакиеву. Вопрос. Подтверждаете ли вы свой опрос в части того, что при совершении в отношении вас преступления заключенные порвали Коран и высказывали оскорбление ваших религиозных чувств? Ответ Тахержона Бакиева. Да, подтверждаю. Так как 18 января 2021 года, в момент совершенных в отношении меня преступлений на территории ФКУ и К6, а преступления, еще раз подчеркну, это насильственные действия в извращенной форме и истязания, в момент совершенных в отношении меня преступлений на территории ФКУ и К6, со словами «Молись, сука, своему Аллаху», меня по голове, моим Кораном ударил Голиков Дэй Ю, по кличке Голик, после чего положил его на кровати, и Коран взял глухих ВВ, и оторвал лицевую обложку и кинул в меня, после чего все стали смеяться. Речь идет о разработчиках. После этого Цивун Юве, Цивик, взял Коран и обложку от Корана и вышел с помещения, в котором меня били. Когда мне развязали руки, я нашел Коран и его обложку под кроватью, на которой спал Цивун, и попросил у Бурматова Р.Е. достать с моей сумки скотч и склеил Коран. Для меня то, что порвали мой Коран и оскорбили мою религию, мне нанесло боль больше, чем физическую, так как они оскорбили мою религию и религию в целом. Вопрос адвоката. Даете ли вы согласие о передаче данного объяснения Владимиру Осечкину для публикации на «Гулагу.нет»? Ответ Тахиржона Бакиева большими буквами. Да, согласен. Это очень важная информация, которая доказывает, что разработчики и их кураторы умышленно пытались оказать максимальное давление, унизить и растоптать мусульманина Тахиржона Бакиева. Более того, мы в ходе проведения нашего независимого расследования установили, кто был заказчиком этого преступления и кто организовал эти пытки. И сейчас я вам расскажу о том, кто стоит за этим страшным преступлением, из чего ведомо творилось такое страшное с Тахиржоном Бакиевым и с его Кораном. Итак, начальником ФКУ ИК-6 на момент совершения этих ужасных, кошмарных преступлений являлся Алексей Агапов. Ранее Алексей Агапов был руководителем ИК-6 и Тахиржон Бакиев ранее первым сроком отбывал небольшой срок лишения свободы в этой колонии. И Тахиржону Бакиеву ранее, несколькими годами ранее, было известно о том, что разработчики готовят убийство в отношении другого заключенного. Его собирались зарезать ножом. И он об этом сообщил лично Алексею Агапову. То есть, Тахиржон Бакиев знал о том, что на территории ИК-6 готовится убийство человека. И он об этом сообщил одному из руководителей колонии номер 6 Алексею Агапову. Однако, Алексей Агапов не предотвратил этого убийства, скрыл это. И в последующем, когда Тахиржон Бакиев освободился, он дал добровольно показания следователям Следственного комитета об этом факте. Не только о том, как был убит этот заключенный, но также и о том, что Алексей Агапов, начальник колонии номер 6, Алексей достоверно знал о приготовлении в веренном ему учреждении особо тяжкого преступления, но его не предотвратил. И именно то, что Тахиржон Бакиев давал показания о причастности к этому убийству Алексея Агапова, то, что он дал в отношении него показания, которые указывают как минимум на халатность и злоупотребление, а возможно и на соучастие в убийстве этого заключенного, и стало мотивом, после которого Алексей Агапов решил, что он обязательно отомстит и в его понимании накажет Тахиржона Бакиева. А дальше, в последующем, когда Тахиржон Бакиев оказался в исправительной колонии номер 15, Алексей Агапов с помощью своих связей и крыши в ГУФСИН по Иркутской области организовал перевод Тахиржона Бакиева из ИК-15 в ИК-6. Дальше его поместили вот в этот вот пресс-отряд, отряд номер 10, пресс-барак, так называемое безопасное место, где содержался целый ряд разработчиков, так называемым смотрящим, хотя, конечно, никаким он смотрящим не являлся, но в среде заключенных, вот этих вот разработчиков и КАПа, его называли старшим или смотрящим, был Александр Бунькин. Это один из самых известных КАПа-разработчиков, который жесточайшим образом пытал и насиловал заключенных в СИЗО-6 и в СИЗО-1. Так вот, дальше получилась ситуация, когда Тахиржона Бакиева перевели для проживания в этот отряд номер 10, где в основном были КАПа-разработчики, и дальше вот эти КАПа начали над ним жесточайшим образом издеваться, в том числе порвали его семейные фотографии, порвали его Коран. Тахиржон Бакиев обратился к руководству колонии номер 6 с тем, чтобы его оградили от этих незаконных действий и сообщил им о том, что страшного происходило в отряде, после чего Медников и Ерохин, это заместитель начальника оперативного отдела и старший оперативник, вместо того, чтобы зарегистрировать рапорт об обнаруженных преступлениях, об истязаниях и начать проводить проверку в отношении разработчиков, которые, очевидно, совершили целый ряд преступлений, они вместо этого связали Тахиржона Бакиева скотчем, связали его и дальше оттащили в вот этот пресс-отряд и отдали в руки Александру Бунькину, Денису Рязанцеву и другим разработчикам, и дальше уже эти разработчики начали его жестоко избивать в присутствии оперативников, и дальше они уже стащили с него штаны, сняли, чтобы сделать с ним самое страшное, что может произойти с мужчиной, и уже после этого, когда оперативники убедились, что разработчики собираются изнасиловать Тахиржона Бакиева, они уже после этого покинули помещение, и вот эти разработчики, среди них Александр Бунькин, Денис Рязанцев, Буня и хитрый Голиков, глухих, и еще целый ряд капоразработчиков начали глумиться, истязать, избивать Тахиржона Бакиева, и вот, как я уже рассказывал и зачитывал показания, дальше уже порвали Коран, бросили, били Кораном по голове Тахиржона Бакиева, порвали Коран, оторвали обложку, бросали частью Корана Тахиржона Бакиева, совершали страшные вещи, и дальше, после этого, они жесточайшим образом изнасиловали ряд капоразработчиков, держали Тахиржона Бакиева, капа по кличке Немец, данные мы его публиковали ранее, он уже взял деревянную швабру, и пять или шесть раз глубоко-глубоко засунул ее в задний проход Тахиржону Бакиеву, жесточайшим образом повредив его внутренние органы, и там очень много повреждений, просто с ним такое произошло, сейчас уже Тахиржон Бакиев пережил несколько операций, он дал нам разрешение на огласку того, что с ним происходило, потому что он понимает, что только огласка может спасти его жизнь и здоровье, приблизит скорейшее его освобождение, и именно огласка и наше с вами внимание и общественный резонанс помогут добиться ему справедливости и справедливого наказания в отношении всех виновных. Так вот, Тахиржон Бакиев уже пережил несколько операций, на данный момент у него из живота торчит, выведена кишка, которая ведет в калоприемник, вот начиная с 20-21 января он находится вот в таком кошмарном состоянии, и если в отношении Кижика Андара, жертвопыток которого разработчики почти таким же образом жесточайше пытали в пресс-хатах сезона номер один Иркутска, возможно, будет прооперирован и в июне ему вернут обратно кишку в организм, и он, у него все это может каким-то образом восстановиться, то состояние Тахиржона Бакиева очень тяжелое, врачи говорят, что как минимум до 2022 года они будут наблюдать его в таком состоянии, и, возможно, только в 2022 году они смогут каким-то образом восстановить нормальную деятельность организма. На данный момент этого сделать невозможно и неизвестно, сможет ли восстановиться его здоровье, либо он всю жизнь будет вот с этими, с подобными калоприемниками. Поэтому, конечно, то, что совершили эти подонки, вот эти капо-разработчики, палачи, я считаю, и агенты оперативного управления ГУФСИН, это преступление против человечности, это преступление против чувств верующих, и это страшные преступления, которые совершены в отношении Тахиржона Бакиева, именно поэтому мы вам об этом и рассказываем. Нужно четко понимать, что нам противодействуют, и сотрудники УСБ ГУФСИН по Иркутской области оказывали давление на Тахиржона Бакиева, и не только они, но и еще чуть позже, в следующих видео, я расскажу о других сотрудниках правоохранительной системы, которые оказывали давление на Тахиржона Бакиева, с тем, чтобы он не общался с адвокатом Дмитрием Дмитриевым, чтобы он не обращался в ГУЛАГУНИР, с тем, чтобы он скрыл факт того, что разработчики порвали его Коран, били его Кораном по голове, и вот таким образом оскорбляли его чувства, и совершали преступление против чувств верующих. И сотрудники УСБ ГУФСИН сообщали Тахиржону Бакиеву, что они вынуждены сейчас заниматься государственной защитой и охранять начальника колонии Алексея Агапова, которому предъявлено обвинение на данный момент только в превышении должностных полномочий и вот в создании подобной ситуации для риска жизни и здоровья Тахиржона Бакиева. И оперативники УСБ сказали Тахиржону Бакиеву, что они охраняют Алексея Агапова, потому что они опасаются, что мусульмане могут найти Алексея Агапова и что-то с ним сделать. Алексей Агапов на данный момент находится под домашним арестом, он не находится в СИЗО, и получается, что на сегодняшний день сотрудники УСБ ГУФСИН вместо того, чтобы охранять пострадавших от пыток заключенных, охраняют Алексея Агапова, который и заказал вот эти страшные преступления в отношении Тахиржона Бакиева. Еще раз. Нас сейчас это видео будут смотреть очень внимательно в Иркутске и исследователи из Следственного комитета России, которые прилетели для проведения тщательного расследования в отношении всех преступлений, которые совершались сотрудниками ГУФСИН. И нас будут смотреть сотрудники УСБ в СИН России и так далее, и прокуроры. Поэтому вот, пожалуйста, вам конкретные факты. Во-первых, разработчики, оперативники и Агапов оскорбили чувства верующих, и все это сделали умышленно. Они заказывали Медников, Ерохин и Агапов, заказывали разработчикам и давали указания на совершение вот этих истязаний, пыток и кошмарных преступлений, которые были совершены в отношении Тахиржона Бакиева. Это раз. Во-вторых, сами разработчики, помимо того, что они занимались, совершили истязания и вот это страшное изнасилование и пытки, они причинили тяжкий вред здоровью Тахиржона Бакиева, умышленный тяжкий вред, и важно квалифицировать их действия по 111 статье, помимо того, что им сейчас предъявлено по 132. Также на данный момент мы уже утверждаем, что эти пытки, эти страшные изнасилования были заказаны именно Алексеем Агаповым в качестве мести Тахиржону Бакиеву за то, что ранее Тахиржон Бакиев давал в Следственном комитете показания против Алексея Агапова и о том, что ему известно по убийству другого заключенного в колонии номер 6. Поэтому это конкретный факт оказания давления на свидетеля, это конкретный факт мести свидетелю за то, что он принял участие в следственных действиях и попытался помочь правосудию и правоохранительным органам раскрыть преступления, которые были ранее совершены на территории ИК-6, и о которых достоверно знал Алексей Агапов до совершения этих преступлений. То есть здесь идет конкретный факт мести и совершение особо тяжких преступлений в отношении свидетеля по другому преступлению. Очевидно, что это воспрепятствование правосудию, возможно, Алексей Агапов и заказывал также убийство Тахержона Бакиева, потому что важно понимать, что Тахержона Бакиева после того, как с ним вот это вот на протяжении двух дней страшное происходило, вот эти просто ужасы, ад на земле. После этого Тахержона Бакиева спрятали под кроватями, связали скотчем, клят, заставили сумками. И еще одна подробность, которая очень важна. К счастью, спаси Тахержона Бакиева, помог один добрый человек, имя которого мы не будем сообщать, который сообщил об этом нам, сообщил об этом в УСБ в СИН. Мы, как только получили эту информацию, тут же об этом сообщили по... Один из наших экспертов, у которого есть контакт, он тут же сообщил о том, что вот такое страшное происходит с Тахержоном Бакиевым. И это как раз, к счастью, произошло в тот момент, когда уже приземлились сотрудники центрального аппарата в СИН России, оперативники ГУ и УСБ в СИН, которые приехали проверять учреждения ГУ-СИН по Иркутской области. И если бы не было огласки, если бы мы с вами не возмущались по поводу того страшного, что произошло с Кижиком Андаром в пресс-хатах СИЗО-1 Иркутска, если бы я об этом не рассказал в видео, если бы нас не поддержали десятки честных журналистов, которые об этом рассказали, если бы не было этого резонанса, если бы мы с вами не направляли соответствующее заявление руководству в СИН, Генпрокуратуру Следственного Комитета и в Европейский Комитет по предотвращению пыток, не было бы никакой этой московской проверки. И не было бы тогда возможности спасения Тахержона Бакиева. Так вот, возвращаясь к тому, что произошло 20 января. Сотрудники в СИН России центрального аппарата, зная, что у нас было короткое сообщение, мы не знали имени, мы сказали, что осужденный Бакиев, заключенный Бакиев подвергся пыткам, мы еще не знали всех страшных подробностей, и его прячут. Приехали оперативники УСБ в СИН России, в колонию номер 6, и дальше начался театр Бабы Фисы. Дальше сотрудники начали прятать от них Бакиева, этих сотрудников из центрального аппарата в СИН России по распоряжению Агапова начали водить по другим отрядам. И когда они сказали, что мы хотим, нам важно побеседовать с заключенным Бакиевым, им привели Бакиева, но не Тахержона, который лежал в это время связанный и фактически уже умирал от этих пыток. К ним привели одного из родственников Тахержона Бакиева, с такой же фамилией, который был жив, здоров, его не пытали, и дальше уже просто случайность. Спасла Тахержона Бакиева случайность. Его брат сказал в конце, что нет, у меня никаких нарушений нет, но может быть вам вы ищете не меня, а моего брата. И вот только тогда сотрудники центрального аппарата в СИН России и проверяющие с генпрокуратуры поняли, что сотрудники ИК-6 их обманывали все это время. И тогда уже, когда им брат рассказал, что по слухам Тахержон находится вот в этом отряде безопасное место, тогда уже ворвались туда сотрудники центрального аппарата в СИН и уже начали обыскивать полностью все помещение, отодвигать сумки, под которыми они нашли связанного Тахержона Бакиева, из которого уже изо рта шли рвота, каловые массы, потому что у него была нарушена работа его внутренних органов. Он уже не мог ничего говорить, он не мог практически двигаться, и его уже дальше вынесли, оттащили в это помещение, в отряд безопасное место. Пытался попасть Алексей Агапов, но Алексея Агапова просто выкинули оттуда оперативники УСБ в СИН, понимая уже, что здесь они являются свидетелями особо тяжких преступлений, а Агапов, вот этот вот подонок, пытается использовать свою власть для того, чтобы каким-то образом это скрыть. И дальше уже сотрудники центрального аппарата в СИН России в срочном порядке организовали срочный экстренный вывоз Тахержона Бакиева в больницу, где врачи провели ему сложнейшую операцию и спасли ему жизнь. Вот такая история, то, что нам сейчас уже на данный момент известно, что Агапов и его оперативники заказали эти страшные пытки, а когда прилетели сотрудники центрального аппарата в СИН, этот подонок и его прихвостни пытались обмануть вышестоящих сотрудников, скрыть свои преступления, и более того, даже врачами я их не могу называть, но вот сотрудники медсанчасти при ИК-6 фальсифицировали документы, что якобы Тахержон Бакиев наглотался гвоздей. И когда сотрудники ОСБ в СИН и оперативного управления в СИН, а также сотрудники прокуратуры России отслеживали проведение операций в больнице, они спрашивали у врачей, ну что, вы достали эти гвозди, достали эти гвозди, а врачи, проведя рентгены, УЗИ, там, все всевозможные анализы, и после операции говорят, да не было никаких гвоздей, не было никаких гвоздей, о чем вы говорите, какие гвозди, с ним там вот это, это, это страшное произошло. И только тогда уже сотрудники ОСБ в СИН и генпрокуратуры поняли, что и Агапов, начальник ИК-6, и его подчиненные просто лгали с тем, чтобы скрыть особо тяжкие преступления. Поэтому по этим фактам, которые мы сейчас оглашаем, я открыто обращаюсь к следователям Следственного комитета России и к прокурорам. Хватит скрывать и покрывать, возбуждайте по всем этим составам уголовные дела. Это и оскорбление чувств верующих, это и воспрепятствование правосудию и месть, страшные преступления в отношении свидетеля, это и попытка сокрытия совершенных особо тяжких преступлений, статья 316 Уголовного кодекса, это и фальсификации, это и служебные подлоги, это и злоупотребление служебным положением целого ряда должностных лиц ИК-6, которые 20 января при приезде туда сотрудников Центрального аппарата в СИН России прилагали усилия, чтобы скрыть вот это страшное, что произошло с Тахержоным Бакиевым. И из-за них, если бы нам источник этот не сообщил, и об этом бы не узнали во ФСИН России, Тахержон Бакиев, скорее всего, бы погиб. Целый ряд уголовных дел, которые нужно возбуждать, и нужно привлекать их к самой строгой ответственности. Также у меня вопрос. А почему Алексей Агапов, который заказывал эти страшные преступления, до сих пор под домашним арестом, кушает дома жареную картошечку с котлетками? Это что это такое? Кстати говоря, Агапов пытался через сотрудников ГУСИН по Иркутской области оказать давление на Тахержона Бакиева с тем, чтобы скрыть свою причастность к этому. И ему в этом помогали целый ряд сотрудников ГУСИН. Вот такая информация по вот этим вот КАПО, которые совершали такие страшные преступления в отношении Тахержона Бакиева. И важно еще отметить, да, что в следующих видео я расскажу о том, что эти разработчики на системной основе унижали и пытали мусульман. Конкретная история есть. Максим Сатавалдинов, его ФСБшники привозили в Иркутский СИЗО-1 для пыток и для принуждения его к самооговору, к оговору других людей по некому делу там о каком-то там якобы террористическом деле. Но на самом деле это просто фальшивое дело было для того, чтобы создать видимость борьбы с терроризмом. А на самом деле Максима Сатавалдинова заставили признаться в том, чего он не совершал. Так вот, Максима Сатавалдинова по указанию ФСБшников, конкретно Павла Юрьевича Воробьева, помещали в пресс-хаты СИЗО-1 в Иркутске, где его разработчики Яровой, Бевзюк, жесточайшим образом пытали. Им в этом помогал Сергей Шмаков по кличке Салах, он в этом признался. И мы эти видео публиковали. Вот, Сергей, если ты сейчас смотришь это видео, ты ему большой молодец, что признался и об этом рассказал. И очень жаль, что ты пошел на поводу у оперативников ГУФСИН и у ФСБ, ушел со связи и пытаешься теперь скрыть то, что уже известно миллионам людей. Так вот, Сатавалдинова, Максима, ФСБшники и сотрудники оперативного управления ГУФСИН по Иркутске области прятали, легендировали, оформляли подложные документы под фамилией Смирнов, с тем, чтобы правозащитники и адвоката не могли найти. И Сатавалдинова привязывали к шконке, раздевали догола, держали неделю с голым, как на распятии. И вот эти вот Бевзюк, Яровой, издевались над ним и Макагонов, и заливали ему свиной бульон в рот раскаленный. Во-первых, это пытка, во-вторых, мы знаем, что мусульманам свинину нельзя, заталкивали ему в рот сало, ну и, в общем, по-всякому другому оскорбляли его чувства как верующего человека и издевались над ним. На данный момент Максим Сатавалдинов находится в одном из следственных изоляторов УФСИН Московского региона, и позже мы об этом поговорим. И я думаю, что он готов будет дать показания ОНК, СПЧ, исследователям по поводу вот этих страшных событий. Также еще к нам обращалась Татьяна Исаева и рассказывала о том, как ее сына, также мусульманина, пытали и издевались над ним в СИЗО-1 иркутско-разработчики, и в том числе также издевались над его чувствами верующего и над его религией. Поэтому это говорит о том, что в учреждениях УФСИН по Иркутской области на системной основе оскорбляли чувства верующих, а мусульман подвергали пыткам и истязаниям и оскорблениям. И здесь очень важно возбуждать новые уголовные дела по этим составам. Максима Сатавалдинова и Руслана Исаева очень важно опрашивать и признавать их по этим делам потерпевшими. Теперь дальше я хочу рассказать про то, кто все это курировал из руководства ГУФСИН по Иркутской области. Эта фамилия еще... я эту фамилию еще не называл, но сейчас назову. Вы помните, что в конце апреля 2021 года был задержан при получении части взятки заместитель начальника УСБ ГУФСИН по Иркутской области полковник Александр Чепрасов. Так вот, на данный момент нам достоверно стало уже известно, что Чепрасов участвовал в этой коррупционной схеме не один. И он находился в прямом контакте с Игорем Николаевичем Кислицыным. Это заместитель начальника ГУФСИН по Иркутской области. 1970 года рождения. 13 декабря, 70 года рождения. Так вот, Игорь Николаевич Кислицын знал вот об этой коррупционной схеме. И именно он пытался заблокировать передачу в Следственный комитет России материалов по целому ряду коррупционных схем, связанных с хищениями леса, с незаконной вырубкой леса, с махинациями. И, насколько я понимаю, и нам источники сообщают, что Александр Чепрасов, по сути дела, брал эти денежные средства для Игоря Николаевича Кислицына, который на протяжении длительного периода времени, когда еще не был назначен начальник ГУФСИН по Иркутской области, именно Игорь Николаевич Кислицын временно исполнял обязанности начальника ГУФСИН на протяжении нескольких лет подряд. И именно Игорь Кислицын имел прямой контакт с Евгением Гнедовым, это начальник главного оперуправления ВСИН России, и с Анатолием Анатольевичем Рудым, чьими решениями и был назначен Кислицын на должность временно исполняющего начальника ГУФСИН. И судя по тому, что нам сообщают не только наши эксперты, но и уже целый ряд должностных лиц ГУФСИН по Иркутской области, как бывших, так и нынешних, Игорь Кислицын обложил данью целый ряд учреждений ГУФСИН, собирал денежные средства и регулярно отправлял эти деньги своей крыше Евгению Гнедову и Анатолию Рудому, которые и обеспечивали на протяжении длительного периода времени бездействие УСБ ВСИН России и главного оперативного управления ВСИН России по тем пыткам и по тем фактам коррупции, которые творились в ГУФСИН по Иркутской области. Поэтому я думаю, что Игорю Николаевичу Кислицыну вместо просмотра вот этого видео важно пойти и написать явку с повинной и признаться в том, что он совершил, а также разоблачить тех коррупционеров из Центрального аппарата ВСИН России, кому он отвозил взятки и с кем он делился на протяжении нескольких лет с этих незаконных доходов. Также еще хочу сказать, что до сих пор, при том, что второй отдел, это тот отдел, который расследует экономические преступления и преступления против госслужбы, второй отдел Следственного управления Следственного комитета по Иркутской области, к сожалению, до сих пор не возбудил уголовные дела по фактам махинаций, хищений в отношении Андрея Григорьевича Верещака и в отношении Кислицына, при том, что там абсолютно очевидна коррупционная составляющая. Ранее на ГУЛАГу нет, мы уже опубликовали материалы о том, как ИК-15 в лице начальника колонии Андрея Верещака заключала договоры с компанией САКС, САКС-плюс, которую возглавлял Алексей Симахин. Вкратце история такая. Значит, у Алексея Симахина есть тесть, который егерь, известный егерь в Иркутской области, у которого любили охотиться руководители Иркутской области, в том числе губернатор Левченко. Так вот, именно Симахин, благодаря своим связям в администрации Иркутской области, добился согласования вместе со своим подельником, сообщником Белоусовым, авторитетным коммерсантом. Они добились того, чтобы Гувсину выделились огромные леса, для того, чтобы якобы Гувсин привлекал заключенных к работе, вырубали лес, лес отвозился в колонии, где бы заключенные делали из этого мебель, какую-то продукцию, и вот таким образом загружали учреждение Гувсин полезной работой. Но на самом деле Верещак заключил целый пакет сведома Кислицына, целый пакет документов с подставными конторами, в том числе САКС-плюс, согласно которым колония с одной стороны разрешила вырубку САКС-плюс огромного количества, сотни тысяч кубометров леса, а с другой стороны этот лес никогда в жизни после вырубки не поставлялся в ИК-15, а сразу напрямую с Черенковского района после вырубки грузился на машины, отвозился в тупик, грузился дальше на железнодорожные составы, и прямиком хвойный лес, в том числе кедровые породы, орехопромысловый лес, который нужно было беречь и который вообще нельзя было вырубать, он напрямую шел в Китай. И там целый ряд коррупционных схем был, но вот одна, которая очевидна и сейчас уже доказана, и эта информация есть и в УСБ ГУФСИН, по этой информации работал как раз Чепрасов, и она была предметом, видимо, для торга, и по этой теме работали другие проверяющие. Все эти материалы есть, нужно возбуждать уголовные дела. Так вот, схема в чем? В том, что помимо вот этой вырубки, САКС-плюс денежные средства по вот этому договору с ИК-15 перечислял государство в ИК-15 на счета колонии. Но дальше происходила афера. Дальше Верещак с Симахином и с целым рядом их сообщников и сообщников Белоусова заключал подставные договоры, по которым денежные средства обратно со счетов ИК-15 перечислялись на счета различных подставных фирм и индивидуальных предпринимателей, при том, что никаких работ по обработке леса, по обустройству территории после вырубки, по прокладыванию противопожарных полос, дорог, мостов не совершалось. То есть денежные средства, по сути дела, просто по несуществующим услугам и работам перечислялись с ИК-15 на подставные конторы, потом в последующем обналичивались и похищались целым рядом соучастников, в том числе Андреем Верещаком, Игорем Кислисыным и их сообщниками в ГУФСИН и вот из числа названных горе-коммерсантов. Поэтому вот такие коррупционные схемы, которые на данный момент с одной стороны имеют документальное подтверждение, в том числе налоговая проводила собственные проверки и взыскивала недоимки с ИК-15. В арбитраже это было в 2017-2018 году установлено, что подобные работы не производились и денежные средства Верещак просто без проведения каких-либо работ отправлял. Весь этот материал был у руководства ГУФСИН по Иркутской области, в том числе у Игоря Кислицына, который курировал работу УСБ и оперативного управления. Но все эти материалы хранились в недрах УСБ ГУФСИН, а Верещак продолжал оставаться в должности и только вот когда сменился начальник ГУФСИН, они построили вот этот вот якобы бунт с последующим поджогом и пытались таким образом спалить огромное количество служебной документации, чтобы скрыть эти махинации. Еще раз подчеркну, все эти материалы уже на данный момент и у УСБ ГУФСИН, и у следователей Следственного управления, Следственного комитета, второй отдел существуют, но до сих пор вот эти дела по хищению более 70 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации Верещаком и его сообщниками до сих пор не возбуждены. Точно так же, как не возбуждены уголовные дела в отношении руководства ГУФСИН по Иркутской области, которая на протяжении нескольких лет подряд знала о коррупционных схемах Верещака, но при этом закрывала глаза и получала с этого откаты и в последующем эти части откатов отвозила с похищенных лесов и этих махинаций в коррупционерам, генералам из ВСИН России. Вот такие у меня на сегодняшний день данные, такая информация об этих коррупционных схемах. Мы дальше, потом я подробно вам расскажу уже с документами в следующих видео, но сейчас я еще раз подчеркну, призываю руководство Следственного комитета Генпрокуратуры и ВСИН не морозить эти документы, не пытаться волокитить эти дела. Очень важно тем следователям, которые прилетели из Следственного комитета в Иркутск, вот, пожалуйста, берите все эти материалы, возбуждайтесь, потому что здесь очевидно, что имело место организованное преступное сообщество, которое имело целый ряд звеньев из числа действующих и бывших сотрудников ГУФСИН, Следственного комитета Иркутского, УФСБ, целый ряд коммерсантов, которые участвовали в этих сложных коррупционных схемах. Есть очевидные признаки и факты контрабанды сотен тысяч кубометров ценных пород леса в Китае, когда по одним документам 5-6 объемов леса проводилось, и здесь, пожалуйста, надо проводить следственное действие в таможенном посте Уссолье-Сибирское и так далее, и так далее. Поэтому здесь вот как этот спрут действовал, где была нарушена нормальная работа государства, и где сплелись воедино коррупционеры и садисты. И именно вот этот спрут, блокируя нормальную работу системы, создал условия для того, чтобы были совершены страшнейшие преступления в отношении сотен заключенных. На сегодняшний день у меня все из информации. Вы понимаете, что это огромный объем работы, который проводят в Иркутске наши эксперты, наши коллеги-адвокаты. Все это требует больших финансовых затрат. Я хочу сказать большое спасибо нашим подписчикам и зрителям, кто до этого делал донаты. Большое огромное спасибо Сергею из Санкт-Петербурга. Большое спасибо также Арману, Татьяне, Галине, Светлане. Всем, кто делал денежные переводы и помогает нам оплачивать услуги адвокатов. Нам важно продолжать. Объем работы просто там потрясающий, гигантский. И на все на сегодняшний день у нас ресурсов нет. Поэтому, если вы считаете, что мы делаем важное дело, распутывая эти сложнейшие коррупционные схемы и раскрывая конкретные факты жестоких пыток, я прошу вас зайти на сайт ГУЛАГУ.нет в раздел Донаты и поддержать. И по возможности внести свою лепту. Можно сделать ежемесячную подписку или разовый платеж от 200 рублей до 15 тысяч рублей. Вы видите наглядно, что наши расследования приносят действительно результаты ощутимые. Я думаю, что впереди после наших публикаций и разоблачений будут возбуждены новые уголовные дела в отношении садистов и оборотней в погонах и их агентов из числа КАПа-разработчиков. Поэтому, по возможности, я прошу вас вносите свою лепту от 200 рублей до 15 тысяч рублей разовый платеж либо ежемесячная подписка. Сами выбирайте, в каком размере вы хотите нам помогать. Но именно с помощью ваших Донатов и пожертвований мы сможем сделать еще больше и по Иркутску, и по целому ряду других регионов, где важно проводить расследование по пыточным конвейерам и по коррупционным схемам. На сегодняшний день у меня все. Спасибо большое. Пожалуйста, для продвижения этого видео ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и рекомендуйте ссылку на это видео вашим друзьям и знакомым в социальных сетях и в мессенджерах. С вами был Владимир Осечкин. Гулагу нет. Мы продолжаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова